Ну что ж, ждали видосы из Японии? Ловите! Токио, Осака и Хиросима. Сразу три города, о которых я вам сняла репортаж. И наше путешествие началось с Токио района Сибуя. Там, кстати, был парад. Судя по всему, город радовался нашему прибытию. На самом деле, это был парад университетов, но моему лицу мало кто хотел радоваться, потому что у меня явно был джетлаг. С головой проблемы. Заселившись в отель, мы узнали, что рядом с нами есть достопримечательность. Часы студии Гимли. Пошли гулять и попали под дождь. Сейчас мы отправляемся перекусить парочку анигири, какие-нибудь там супчики в баночках тепленькие. И после подкрепления мы поедем на Накана Бродвей. И есть, кстати говоря, на Накана Бродвей очень редкие экземпляры, типа Глуми Бера, которые уже почти не выпускаются. Но в целом какие-то очень странные игрушки, которые никому не нужны. Но они новые. Просто им десятки лет. По Токио дешевле всего перемещаться на метро. И, кстати, там ни одна сеть и даже ни один перевозчик, а есть две конкурирующие компании, у которых разные билеты, разная цена и также разный комфорт и, соответственно, поезда. Мы приехали на станцию метро Шинджуку. Это самая загруженная станция в мире, которая пропускает в день больше трех с половиной миллионов человек. А сам район Шинджуку, ходят байки, держат под своим крылом японская мафия, то есть якудзы. Ну а от Шинджуку мы прошли с пешочком до Накана Бродвей, где оседают различные коллекционные, не очень игрушки и безделуски. Старые игрушки из наборов Макдональдс. Рен и степи. Да это все ретро-баночки из-под детских шампуней. Тут мы через. Это место для своих, а те, кто ищет какие-то диковинки, ненужные игрушки, при этом какие-то лимитированные. И вообще вот это ощущение, когда есть игрушки, которые кем-то брошены, никому не нужны, и мне прям вообще не знаю. В прошлый раз я приехала сюда и очень много забрала игрушек, потому что они классные, и мне хотелось, чтобы у них был настоящий дом. Короче, и романтик, и ребенок в душе. Это все для меня реально дороже золота. Это пипец пингвин из Бэтмена и женщина Кюшк. Я нашла офигенную фигурку из Кошмар перед Рождеством. Офигенная просто. Пока я себе выбрала это, мне показали, что есть вот это. Ребята, тут есть Каспер. А это хлопья с Человеком-пауком, которые были сделаны 96-го года. Чего? Блин, мне было 3 года. Чего? И особенно мне нравится Накана Бродвей, потому что там огромный выбор гача-пон. Это такие автоматы, откуда ты достаешь коллекционные серийные игрушки, прям как киндер-сюрприз. Как правило, эти игрушки очень высокого качества, у них ручная покраска. Плюс ты не знаешь, кого достанешь из серии. И, конечно же, все эти серии надо собрать. И мне дико повезло, что у меня в одной попало сразу две. А еще пищу гориллу с сисями мы достали. Прелесть. Только я решила, что больше, наверное, мне неинтересно открывать кача-пон. Все, пожалуйста. Я уже тут потратила все деньги. Какая офигенная витрина-вывеска у магазина. Ой, дядь танцует. Глуми-бер, глуми-бер. Все остальное раскупили. Вместо глуми-бера я нашла Зеро из Кошмара перед Рождеством. И, кстати, рядом с Накана Бродвей очень красивые аутентичные улочки, где полно кафешек и, конечно же, неоновых вывесок, фонарей и постоянно переплетенных проводов. Это прям, знаете, стиль Токио. Пространственно-временное перемещение или магия монтажа. И мы оказались на Хараджуку. На Хараджуку нас ждали в гости. Я еще серьезнее говорю. Вандер Фотошоп. Это милый магазинчик фотопечати и каутяских вещей для фото. Все от Фуджи Фильм. Это, кстати, лидер в мире по фотопечати, если вы не знали. С Инстекс мы хорошо дружим, поэтому появилась возможность посетить родину кавайных фоток мгновенной печати. Ну и, конечно, подробно заснять для вас саму Японию. Три вещи, которые я очень сильно люблю, соединились. Путешествия, фото и джепань. Так что спасибо Инстекс за возможность съемки такого рода контента. А у меня вот такая камера есть. Я, кстати, тоже с собой взяла. Ну а теперь самое время выбрать вам из токийского магазина подарки, которые мы разыграем вместе с Инстекс. Так что, ребята, я заядлый шипоголик. У меня есть определенно свой стиль, поэтому подарочки будут классными. Скажите, а есть тут корзина, коробка? Пожалуйста, половину магазина вынести можно? Вот это просто рай. Мои самые любимые сгоды тамы, потому что там есть на определенных страницах жюбки. И даже есть хеллокити. Еще я хочу вот такие вот рамочки из плотной бумаги взять. Все берем. Больше, больше гламура. В андерфотошоп полно всяких штучек, чтобы украсить искнание с фото. От блесточек до вот таких вот приколов. Особенно мне понравилась идея своих собственных фотоальбомов. Кажется, здесь что нового. Покупаешь стикеры, рючки и создаешь тематический фотоальбом на втором этаже этого магазина. Там есть уголок самоделия из крабукинга. Можешь прийти один, можешь быть в компании и делаешь калаш или открытку с фотографиями на память. Вот эту доску сделали настоящие люди, представляете, компания, друзей для своей подружки, которая надолго уезжала учиться за границу. Две девочки-японочки сидели и делали скрабукинг, увидели нас с камерами и убежали. Вот так вот. Катюша заняла чужое место. Вот эта лента просто топ. Красота какая. Еще и еще. Так это можно годами сидеть и все клеить. Кто-нибудь заклеите мне уже рот. Вандер и фотошоп частенько проходят мастер-классы. Они бесплатные. Могут не только рассказать, как украшать, но и научить делать правильно моментальные фото. А это важно. Такие фото это не серия на смартфон. Каждый кадр это определенное личное и дорогое событие. Подписала себе на память. Пускай останется прекрасная фотка в моей же кепке с гудетам и небольшими сердечками. Куча-куча гудетам. И одна большая в центре. Кстати, я реально похожа на желток с своей кепкой. И вообще, благодаря этому месту, второму этажу, где мы сейчас с вами были, где девчонки делают всякие коллажи, у меня появилась идея за всю эту поездку в Японию сделать вот такой вот тематический альбом о моей поездке в Японию. Потому что нас еще ждет два города. И вам я тоже захватила такой альбомчик для конкурса. Плюс еще ремешки для камеры, чехлы, стикеры для оформления фотографий, рамки. Много-много всего классного. Что мы будем разыгрывать? Я реально не знаю, как я все буду это тащить с собой в Москву, потому что подумают, что я реально соберусь открывать свой магазин Инстекс. Хотя у нас они в России тоже есть. Но отсюда я привожу очень классные эксклюзивные штучки. Прям из Японии. После нам показали музей фотоаппарата. Вы знаете, как я люблю это. У меня у самого мини-мини-мини. Ну, естественно, по сравнению с этим местом мини-мини-мини музей дома. В котором, кстати, уже есть от Инстекс Hello Kitty, SQ6, SQ10 и Инстекс Мини 25. Хочу еще пару годочков, как бы устроить тоже себе такой небольшой музейчик. Хотя на самом деле так опасно зарекаться. Пока озвучила, сказали, буду так шутить. Высилят. А это первая камера за всю историю в Японии. Она из 17 века. Слушайте, я не удивлена, что люди, которые видели первый фильм в свое время, подумали, что это все игрушка дьявола. Потому что даже камера фото выглядит, как какой-то ларец с какими-то скрытыми тайнами. Очень красиво, магическая штука. Я очень рада, что на этой выставке мне разрешили поснимать. И через фотографии я вам расскажу об еще одном факте. Это любви японцев к природе. К первозданной природе. Знаете, что они не любят собирать какие-то пафосные букеты, делать огромные аляпистые клумбы. Они находят прекрасное в совершенно простых полевых растениях. И какие-то порой, кажется, сорнячки или травки для них являются самым большим украшением. Каждого японца с самых ранних лет учат ценить окружающий мир. Считается, что такое воспитание породило в нации аккуратность и внимание к мелочам. Ну и, конечно же, тонкое чувство красивого. Хватит все о безмятежности. Отправляемся в город Осака на улицу Дотонборе. Там неон, куча вывесок реклам, шоппинг и постоянная тусовка. Очень часто перед всеми ресторанчиками и кафешками в Японии стоят вот такие автоматы, где вы убираете по картинкам свою еду, а внутри вам уже приносят заказ. И я решила попробовать впервые в жизни сырое яйцо. Мало того, я не ем свинину, а в Японии очень редко встречается говядина или курица. Плюс это блюдо очень неэстетично приходится есть, потому что все свисает, но на вкус это оказалось безумно круто. Съев желток, я вспомнила, что мне жизненно необходимо. Я сейчас все умею, я сейчас все умею, я не люблю готовую. Все верно, я себе купила чемодан с Гудатамой. Я не собиралась покупать и шопиться, но кажется мне, я сделала вложение. И если вы задавались вопросом, как я выгляжу, когда я сытенькая, я обычно в очень хорошем настроении, и это всегда заметно. Ребята, я не знаю, слышно вам или нет, но вывеска жужжит, как настоящая неоновая вывеска. Тут написано папе какое-то кафе, тут женщины на Б, а здесь собаки. Мне кажется, папе кафе или ресторан подают самих собачек. Но мы идем отсюда, потому что можно чем-то заразиться. Пока мы снимали контент на Датон-Боре, время ублизилось к полночи, и мы опоздали на метро. Ребята, мы сейчас попали под такой ливень, пипец. Опоздали до закрытия метро, не успели. В же время час ночи, нам еще идти минут 30-40 до отеля, пешкодрама. Решили зайти ко мне в марте и поесть лапши, а еще пирожок. И опять я попала в неловкую ситуацию. И нет, не тот факт, что мы едим в магазине, это совершенно нормально. В Японии вообще принято есть не отходя от места, где ты купил еду, по пути есть это невежественно. Но тот факт, как именно заварила я лапшу, как говорится по-русски, по-районному, немножко дяденьку продавца вверг шок, и он попытался изменить состояние лапши, объяснил, как нужно заваривать, просто взял мою лапшу, унес и выкинул, отдав мне совершенно новую, бесплатную, хотя я просила заплатить за нее. Он объяснил, что это просто ужас. Попытка номер два. Господи, знал бы он, как мы едим, у нас эту лапшу. Я не решила испробовать еще раз заварить лапшу, тем более подаренную и бесплатную, поэтому дяденька нам чисто, сердечно помог и показал, как надо. Вторую я уже заварила сама. Нас очень впечатлило общение с этим дяденькой. Он был открытым и эмоциональным, что вообще нетипично для японцев. Как потом оказалось, Осака – это город шутников и приколистов, ну, предположим, как одесситы. Это их отличительная черта. Ни один город в Японии не будет таким открытым, веселым, шутливым, тем более при условии, что они вас вообще не знают. Дальше нам предстоял путь до отеля, где-то длиной уже в полтора-два часа пешкодралом под ливнем, но у нас было потрясающее настроение благодаря этому дяденьке. И, кстати, перед тем, как уйти из магазина, мы предложили ему сделать две совместные фотки на Инстакс, и одну из фотокарточек мы оставили ему на память. Спасибо Осаксу за теплый прием. Хоть Осака – огромный город, там в сравнении с Токио почти нет туристических мест. Но все же мы нашли для себя интересный маршрут к Нипомбаси. Это торговый район, где полно всяких аниме, крутых коллекционных игрушек, короче, все то, что я люблю и коллекционирую. Как я поняла, Нипомбаси, если я правильно называю, это такая уменьшенная версия Акихабара. И здесь намного приятнее ходить, потому что людей не так много. Будут сама все те же самые штучки-рючки сделать. Ребята, я только не давно смотрела в очередной раз в Ливонфу. Он стоит здесь где-то примерно 4 тысячи рублей, у нас бы такой стоил 1000 на 12 минимум. Фирма? Не знаю, такое. В Японию опасно ездить таким коллекционером, как я, потому что цены там доступные, качество высокое у всех фигурок. И плюс есть все за все года, от всех фильмов, мультфильмов. Все то, что вам придет в голову, вы найдете в Японии. Или б.у. за копейки, или новое. Это же щапочка, Марио. Ну что, время настало покупать Майси новый аутфит. Сегодня мы узнаем, в чем она будет праздновать Хэллоуин. Блин, это же капюшончик! Глаз в зеленом бантик. Ядревушки. Из таких магазинов меня надо выпинывать. Ребята, мы сейчас находимся в Майси. Мы не готовы к Майси. Мы сейчас в Майси полетели. Очень страшно. Ну поняли, да? Осы-ка. А в метро поезда звучат как осы. Попрощавшись с Осы-ка, мы сели на экспресс до следующего города. И это Хиросима. А еще правильно назвать Хиросима. Во-первых, потому что это два слова. А во-вторых, в Японии не существует ударения. Так что вообще не важно, как вы это произносите. И так, и так будет правильно. Первое, с чего мы начали свое туристическое похождение по Хиросиме, это с заправки Instax новым картриджем для фото. Заправлять очень просто. Главное видеться, что желтая отметка на картридже и камере совпадают сверху. Значит, это правильная сторона. Закрываем камеру. Делаем щелчок. Тем самым освобождаем защитную пленку. И теперь можно выбрать уже правильный режим для съемки. Моя камера Hello Kitty подсказывает мне, что сейчас солнечная погода. И нужно выбрать именно эти показатели для наилучшей съемки. Ну а теперь собираем манатки и гуляем по Хиросима. Хиросима чудесный город с трагичной историей. Тому напоминание это здание, которое называют атомный купол. Таким оно стало после первых и единственных в мире атомных бомбардировок. В 45-м году американские войска скинули две бомбы. Удары были по городам Хиросима и Нагасаки. Это здание находилось в эпицентре взрыва самой бомбардировки. И это все, что осталось от постройки, в которой изначально было еще два огромных крыла. Первоначально США опровергли тот факт, что ядерный взрыв оставит после себя радиоактивное заражение. Но рядом стоящие с этим зданием деревья, из которых растет из коры трава, говорят об обратном. По земле, на которую запрещено ступать человеку, потому что это охраняемое место, бегает кошечка. Спустя года в Хиросиме появилась жизнь, и даже у этого здания есть своя хозяйка. Япония всегда была страной с милитаристической идеологией, но, как ни странно, у них почти не существует музеев, посвященных войнам. Поэтому, когда мы узнали, что в Хиросиме есть музей, посвященный Второй мировой войне, нам было особенно интересно его посетить. Таким образом, мы смогли бы понять, как сами японцы видят события тех лет. Информация, которую я прочитала на стендах в этом музее, меня немного разочаровала. Я обязательно однажды вам расскажу, почему и что там было. Но в целом хочу сказать, что экспозиция была действительно безумно интересной и очень наглядной. Показывала предметы до взрыва и после, как на них проходит влияние. Для меня самым впечатляющим экспонатом был настоящий сохранившийся костюм школьника после взрыва. Я сначала не поняла, почему рядом с ним висело три фотографии, а потом прочитала. От одного мальчика сохранилась только кепка и ремень. От другого форма, от третьего еще какая-то часть. И все это стало частью истории. Меня также особо впечатлило видео, на котором показывали, как произошел тот самый взрыв 6 августа. Как скинули бомбу «Малыш», которую так прозвали за свой небольшой размер американцы. И как, не долетая 600 метров до земли, она взрывалась, оставив за собой пепелище. Мишенью для взрыва был выбран Т-образный мост в Хиросиме, потому что его было видно хорошо с бомбардировщиков, но промахнулись. Это, конечно, не спасло ни город, ни мост. Единственное, что основание у моста устояло, и на нем все еще можно видеть черные пятна от взрыва, которые не восстановили, которые так и остались, как шрамы на городе. И я гуляла по этому мосту. Вообще, в Хиросиме, как ни в одном городе мира, я себя чувствовала спокойно и защищенной. У меня было чувство единения. И вы знаете, я хотела постоянно присесть на мостовую, потрогать камушки, посмотреть вдаль и созерцать. Не знаю, с чем это связано, с моей ли впечатлительностью, с людьми, которые так аккуратно относятся к своему городу, и так им теперь дрожат. Правда, не знаю. Может быть, я просто сентиментальная. Кстати, мы все-таки смогли найти эпицентр взрыва, и это место не было каким-то музеем, а просто небольшой табличкой, на месте которого уже сейчас стоит обычная парковка и мойка машин. Это такое странное и мощное чувство, когда ты стоишь, поднимаешь глаза вверх и осознаешь, что 600 метров над тобой когда-то взорвалась атомная бомба. А вокруг тебя гуляют безмятежно люди. На следующий день у нас было запланировано путешествие на пароме к острову Ицакусима, также известный как Миадзима. Это место особенно известно своим синтаистским святилищем Ицакусима, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И в целом там очень много святилищ и храмов. У этого святилища очень интересная проектировка, так как оно стоит на воде, а постоянно происходит прилив и отлив, чтобы волны не выбивали фундамент, его сделали плавающим. И, конечно, из-за прилива можно также пройти сквозь знаменитые тори Ицакусима. А еще на этом острове можно спокойно погладить дикого оленя, потому что они здесь ходят как бездомные кошки или собачки. И, конечно же, я сделаю с ним пару салфачей. Также там была двухуровневая канатная дорога, которая позволила посмотреть все прелести островов. Ну и, конечно же, издалека насладиться небольшой, но уютной Хиросимой. Каким бы исторически и культурно важным это место не было, даже сюда поставили Старбакс. Ребята, на священном острове можно попить холодного кофейку. Но мы решили взять и попробовать местную газировку, потому что у нее была очень специфичная бутылка старого образца. Это старая бутылка, которая открывается не как наши современные открыл и выпил, а здесь нужно протолкнуть шарик, который остается в горлышке и при этом не скатывается вниз. Короче, это очень странная форма бутылка. Сейчас я вам покажу новый мир. Здесь находится стеклянный шарик, его можно даже прям потрогать. А здесь, соответственно, выбивается крышкой. Щедри ушки. Ну что я попить-то сегодня буду линейки? Прошло тысячу лет. Вкусный аппетит. Как дюшесный вкус. Что, она закрывается как-то? Да. Взбалтывается или что-то такое. Б***ь! Что ты мне посоветовала взбалтнуть ее, чтобы она закрылась? Спасибо большое. Я вся продрищена. Поеду теперь в Токио. Если ты любосрали, любосром тут. Да что такое, последний день все босрали реально. Стык. Теперь я не знаю физику. Отмывалась я уже в аэропорту Хиросимы, потому что нам предстоял полет обратно в Токио, а потом оттуда в Москву. И знаете, что самое крутое? В каждом сидении в этом терминале было встроено зарядное устройство для телефона. Вот такой вот хай-тек. Ну а мы с вами встретимся уже в следующем видео. Если вам понравился этот ролик, то не забывайте ему ставить активный палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы здесь новичок. И знайте, я вас очень сильно люблю. Оставайтесь такими же позитивными, креативными. И всего вам самого светлого и кавайного. Пока!